В кофейне на Советской тихо, но неожиданный визит эпидемиологов оживляет утреннюю обстановку. На входе бесконтактные санитайзеры, сотрудники в масках. Без нее не обслужат и клиента. Однако забывчивым гостям предлагают одноразовую. Крышечки и подставки лежат сбоку. Их можно взять своей рукой. Каждый день персонал измеряет температуру. В помещении проводят санитарную обработку. Столы и стулья на улице – не исключение. Мы стараемся рассаживать людей так, чтобы у них была достаточно большая дистанция. Также предупреждаем, если нет свободных столиков, стараемся через один садить. Если, например, люди хотят все равно сесть, мы предупреждаем о том, что вы ответственно все несете на себе, потому что дистанция может не соблюдаться в каких-то расстояниях. Я не заметила разницы, приехав из России сюда, что какая-то разница. Все так же носят, соблюдают режимы масочные. Обеденное время – салон красоты в районе Дома связи. Эпидемиолога встречает администратор. Ресепшн застеклен. Здесь же антисептик и разделительная линия. А еще памятка – напоминание об антиковидных мерах. Мастера в масках, а вот клиенты не все. Журнал ведется у нас температурный. Записываем, сотрудники меряют. И разметка, ограничения тоже есть. Вы всегда маску носите? Ну, на улице не обязательно, я думаю. А в повещении, в общественном месте желательно, конечно. Чтобы, как говорится, окружающие ни тебя не боялись, ни ты их не боялся. Конечная улица Держинского. На остановках общественного транспорта не все так гладко. Открытое пространство создает иллюзию безопасности. Именно здесь чаще всего можно встретить людей без средств индивидуальной защиты. При виде эпидемиолога все хватаются за маски. Я в магазине постоянно. Вот почему она с собой. Так вот хожу, вот она прибежала, жарко. На улице могу снять ее. А в магазине везде-везде маски. И нами продолжаются проведения надзорных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Значит, если брать всего за этот год, то мы уже проверили, проверили, оценили более тысячи объектов. Нарушения выявляются где-то в процентов 40 случаев. Поэтому за истекший период года мы уже выдали порядка более 170 рекомендаций. 74 предписания. 72 предписания приостановления. Уже наложено 42 штрафа именно по данной тематике. В самих автобусах ситуация куда позитивней. Кондуктор 19-ки в маске. Пассажиров просят соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Вы считаете, маску нужно носить? Конечно, надо. У нас объявлен приказ даже в масштабный режим. На каждой конечной обрабатываем автобус антисептиком. Хорошо. А если у вас пассажиры в маске, без маски, как с этим? Говорим, чтобы одевали маски в салоне. Мы конкретно проверяем, прежде всего, запасные средства. Как правильно эти используются средства. Ведутся ли журналы, как обрабатываются столы. Соблюдается ли масочный режим работниками самими. Ведутся ли журналы термометрии. Какие профилактические беседы проводят с посетителями тех или иных объектов. Масочный режим действует не просто так. Он – необходимая мера защиты. Каждый человек должен думать как о своей безопасности, так и об окружающих. Использовать средства индивидуальной защиты необходимо везде, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.